В Соединенных Штатах Америки состоялись выборы президента. За процедурой голосования не меньше, чем сами граждане США наблюдали и жители других стран, в том числе и россияне. Победу одержал кандидат от республиканской партии Дональд Трамп. Всю последнюю информацию о голосовании собрал мой коллега Влад Давыдов. Выборная гонка за пост 45-го президента США выдалась самой громкой, жесткой, конкурентной и, как показывают итоги, одной из самых непредсказуемых в истории. И то, что Дональд Трамп не только дал бой Хиллари Клинтону, но и одержал победу, эксперты называют невероятной сенсацией, в которую не верили, пожалуй, даже самые ярые сторонники самого миллиардера. За счет чего ему удалось посрамить скептиков и все прогнозы и выйти в лидеры. Тут столкновение интересов внутри американского общества. Это истеблишмент и простые американцы. То есть Трамп сделал упор именно на простых американцах, даже необразованный рабочий класс. И сельские жители еще один важный момент. Поэтому он как раз здесь и вышел вперед. Вот как выглядит итоговый результат выборов. Дональд Трамп, выиграв в большинстве штатов, набрал 276 голосов выборщиков против 218 у Клинтон. За ходом голосования следила вся планета. Кто возглавит штаты, была как никогда интересна и России, и ее населению. Отношения двух сверхдержав сегодня испытывают серьезный кризис, а приход нового главы Белого дома может перезагрузить ситуацию в корне. Все-таки республиканская партия – это партия, с которой, конечно же, всегда легче договориться, потому что она не столь идеологизирована, как партия демократов. И поэтому в этом смысле, да, наши отношения, я очень надеюсь, изменятся в позитивную сторону с приходом Дональда Трампа. Средовые американцы проголосовали именно за Трампа. Они, может быть, надоели от внешней политики, такой агрессивной внешней политики, которую ведет Соединенные Штаты Америки. Вмешивается, например, за океаном, за судьбы разных государств и так далее. И, возможно, какие-то изменения произойдут и по отношению к России, потому что всегда Дональд Трамп говорил, что все-таки надо учитывать интересы Российской Федерации, что у них, то есть у нас тоже есть свои какие-то интересы в геополитике и так далее, в политике. Нужно договариваться. Он говорит, что я бизнесмен, я умею договариваться. Мы действительно стали свидетелями исторического события. Трамп, над которым в начале гонки смеялись, получает Белый дом. А Клинтон, которую поддерживала вся элита, включая Обаму, ключевые СМИ и знаменитости, остается ни с чем. Однако, если фигура Клинтон была заметной и ее политика понятной, то Трамп абсолютно непредсказуем. У нас прекрасный экономический план. Мы вдвое увеличим доходы, и наша экономика будет самой сильной в мире. В то же время мы наладим отношения со всеми странами, которые хотят наладить отношения с нами. Вряд ли новый президент выполнит все, что сказано доброжелательного в отношении России. Например, признать Крым или тут же идти на компромисс по всем вопросам. Резких шагов наверняка не последует. Но однозначно то, что враждебного отношения к России быть уже не должно. А это уже поможет в разрешении переговоров по целому ряду важных пунктов в российско-американских отношениях. В должность президент США вступит 20 января 2017 года. Влад Давыдов, Илья Жараев, НВК Саха, Якутск.